Это очень непросто заниматься животноводством в нынешний век. Но то, что я сегодня увидел, показывает, что этим можно заниматься очень эффективно и быстро. Отметил сегодня председатель правительства России, побывавший на крупнейшем заводе России по переработке баранины Домоте на 450 рабочих мест. Альбина Ламкова подробнее. Производственные объекты крупнейшего в России завода по переработке баранины Домоте не имеют аналогов в России. Экскурсия по предприятию вызвала неподдельную заинтересованность у председателя правительства России Михаила Мишустина. Это мы сделали прям рачаевская черная баранина. Красиво. И это прям супер дорого и супер премиально. Здоровая конкуренция, используемая сельскохозяйственным холдингом, цена и похвально, отметил он. От начала заготовки для выхода готовой продукции проходит около четырех часов. Это на сегодняшний день один из самых быстрых вариантов работы таких комбинатов. По параметрам эффективности, скорости, то, что я сегодня увидел, вы совсем недавно вложили, все инвестиции были совсем, скажем так, свежие. Поэтому, мне кажется, по продукции учли очень много чего. В том числе того, что простимулируют сети закупать вашу продукцию. Так, Танус? Да. Да, все верно. Надеемся, что наш продукт будет близок к нашим потребителям. Тахир Секетов 20 лет трудится на заводе по убою переработки баранины Кавказмяса. Работать приходилось в разных направлениях. Сейчас после модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины Дамате особое внимание уделяют вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качества продукции. Впечатляет техническое оснащение и количество внедренных инновационных решений. Работа упростилась, но добавились операции по переработке мяса. Одним из приятных моментов – увеличение заработной платы, рассказывает Тахир Секетов. Работал обвальщиком до этого, сейчас работаю распиловщиком. Здесь идет процесс распила. Каре на 4,8. После модернизации у нас вообще все, видите, поменялось. Добавились люди, стало больше коллектива. А сейчас на каждую линию идет своя операция. Предприятие было запущено в сентябре 2022 года. Его мощность – 25 тысяч тонн продукции в год. После выхода завода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час. Или 42 тонны продукции в смену. Дамате широко использует в своей деятельности информационные технологии и искусственный интеллект. Важной частью проекта реконструкции является установка усовершенствованных локальных очистных систем и организация переработки производственных отходов предприятия. Еще был поднят вопрос об импортозамещении. Нам стесняться не надо. Кажется, что это мелочь, а это не мелочь. От упаковки, от элементарных вещей, ножниц, еще чего-то, и к более сложному. Но если что-то покупали, поскольку был свободный рынок, и можем сами создать, это, мне кажется, очень важное направление. Надо не стесняться искать поставщиков. Олег Александрович, обещайте искать поставщиков максимально российских, для того, чтобы в упаковке до технологических линий у них уступать. Еще ввиду высокого потенциала овцеводства на всем Северном Кавказе прозвучала просьба о мерах поддержки фермерам или уже подкорректировать имеющиеся программы. Вот мы, собственно говоря, сегодня с Палпредом, с Дурьячем Чайкой, с вашим губернатором, готовимся к большой правительственной комиссии, где будем рассматривать все вопросы, связанные с развитием Северного Кавказа. Ряд вопросов намечаем рассмотреть на ней и решить. Я слышу вас. По поводу всех остальных форм поддержки, в том числе пересмотрения нормативов о закупках, тоже обязательно посоветуемся. Гостям представили образцы выпускаемых на заводе местных продуктов, упаковка которых позволяет обеспечить их сохранность и привлекательность, товарный вид. Рассказали о планах по развитию завода. В этом году проведут дополнительные работы, повышающие эффективность производственного процесса. Выполняется монтаж дополнительного оборудования для увеличения и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Альбина Ламкова, Вести, Корчаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова